ребята всем привет в этом видео хочу с вами поговорить о теме стоит ли переезжать в чехию о плюсах и минусах чехии сами с украины и буду рассматривать как переезд чехию стран снг буду брать на примере именно прагу потому что прага это столица там больше работы там больше разного вида деятельности развлечений там парков и всего такого смотрите ребята в чехии я проработал полтора года в мельнике город такой мельник это от праги 50 километров на электростанции а в самой праге я прожила порядка года вот но проработал на продуктовом складе около около 10 месяцев около до 10 месяцев все это время я жил в праге и вот достаточно долгий час прожил до чехии и с этого всего я могу делать какой-нибудь вывод смотрите плюсы и минусы буду сравнивать с украина потому что украина входит страны снг вот сами с украины и начну по порядку с чем мы сталкиваемся в первый раз когда приезжаем чехию с языком конечно же чешский язык входит славянские языки и потому он не так сложен к обучению когда вы первый раз приезжаете сначала вы будете теряться там не знать те или иные слова но не надо бояться потому что это все не так страшно он быстро вам выучиться когда вы будете постоянно слышать и там читать разные надписи да там на стенах там на билбордах и разное такое на магазинах вывески вот и потому там еще есть много разных курсов обучения языка но это в том случае если вы конечно же будете работать там по 8 часов да и суббота воскресенье у вас будет выходных чтобы вы могли естественно ходить на эти курсы в первые получается месяцы тогда вы по-любому будете работать на какой-нибудь такой работе чтобы побольше заработать денежек отложить чтобы там снять себе свое жилье если вы хотите конечно же оставаться там чехии переезжать туда полностью понятное дело будете сначала работать да там по 12 часов в день там не знаю там пять или шесть дней в неделю только один день будет выходной чтобы как-нибудь восстановиться это будет поначалу какой-нибудь каких-нибудь там полгода может быть год дальше вы конечно же можете найти себе или даже быстрее какую-нибудь работу полегче что было вас побольше свободного времени там на те же самые курсы обучения чешского языка вот с чешским языком раз разобрались он не такой уж тяжелый да там вот ну понятное дело в этом все разберетесь с этим нету там ничего такого сложного пойдем дальше пойдем к жилью например чтобы одному жить в комнате еще с кем-то то есть ну платите за койку в комнате это получается где-то порядка четыре с половиной пять тысяч корон вот если там семейная пара то вы снимаете там себе комнату или еще там с другом лис ну понятное дело тоже вот с подружкой тоже снимаете себе отдельно там платите порядка где-то по 5 тысяч чтобы жить только вдвоем в комнате чтобы снять квартиру вам конечно же надо где-то порядка от 12 до 14 тысяч корон это за месяц за квартиру заплатить вот первоначально когда вы будете ее только снимать то вам еще нужно будет еще такую же сумму накинуть сверху это получается как бы за мебель за 5 за 5 10 чтобы если что-нибудь случится с мебелью чтоб собственник который владеет квартирой чтобы было как бы застрахован до того что в этом что-нибудь там не знаю разобьете порвете и такое так что будьте готовы и там выложить порядка 30 тысяч крон да это денежки большие потому и говорю на начальных этапах нужно будет заработать много денежек работать много чтобы заработать много денежек чтобы потом ими распоряжаться там снять себе жилье или не знаю вот жильем фактически разобрались да получается 5000 там за койку какой-нибудь бытовни или в квартире там можете с кем-то в квартире комнат делиться комнатами получается кто-то снимает целую квартиру а вы снимаете в этой квартире комнату да вот это можно поискать на фейсбуке там на телеграме и вот фейсбук телеграмму еще в контакте потом идем к работе работ на самом деле существует очень много там как и складов какие фабрик как и заводов из фабрик то есть из складов я могу перечислить такие как альза как кошек как рохлик еще там есть засылковая но это уже пошта короче складов работы там фабрики существует очень большое количество на первоначальном этапе когда вы туда приедете не знаю там на трехмесячной на двухгодичной понятное дело сначала вы будете получать копейки там порядка 110 120 крон в час ну кто-то даже меньше кто никто не будет больше да ну как там все зависит от агентуры на какое вы попадете сколько с ней договоритесь об оплате вот насчет работы уяснили что вот идете через какую-нибудь агентуру находите ту же самую работу не знаю в телеграме в фейсбуке вот в контакте существует большое количество работы если вы еще работу там не нашли и ищите там себе какую-нибудь фушку кстати ребята ссылки на фейсбук на телеграм на все эти аккаунты каналы где высылает где выставляет там работу жилье все это будет в описании так что работы существует но большое количество например те же самые фушки фушка это подработка подработка получается там на день там бывает на неделю может быть меньше то есть вы пришли вы отработали вы сразу получили деньги да это очень тем удобно что если у вас есть выходные дни от работы если вы очень трудолюбивый человек идете еще на фушку и зарабатываете еще там деньги вот так что с голоду вы не помрете да ну ребята смотрите это я все рассказываю за прагу вот в праге очень большое количество работ да и в других тоже городах ну тем более вы же не станете ехать какое-нибудь забытое богом село конечно же дело там поедете в бурно вот или в ту же саму праву так идем дальше например учеба учеба в чехии что она собой являет учеба в чехии она бесплатная высшее образование бесплатные но для этого нужно знать чешский язык хорошо то есть вы обучаетесь чешскому языку более чем хорошо да там на какой-то уровень это можете загуглить посмотреть достаточно хорошо владеть чешским языком пройти подготовиться к специально там экзаменом чтобы поступить и все воля вы поступаете и вы учитесь бесплатно не надо как там платить бешеные сумасшедшие бабки что получить какую-нибудь там какой-нибудь диплом за границей да все-таки в чехии даже страна в складе европейского союза так вот и с учебами разобрались например вот сейчас я в парку да и тут не гуляет ни один пес без хозяина правда я сейчас в англии но не суть чехии та же самая ситуация вы нигде не найдете ни бездомного кота не бездомного пса никакую нибудь еще зверушку там домашнюю которая без хозяина там бродит и это тоже является большим плюсом огромным просто колоссальным потому что в украине у нас там в разных дворах существует множество там собак бездомных кошек которых под которых кормят там бабульки там дедушки всякие потому что жалеет этих собак а когда обычный парень там не знаю и когда обычный человек проходит через этот двор да ему нужно просто там пройти или он едет куда-нибудь на на велики эти же самые собаки набрасывается на человека его кусает ситуация очень неприятно и меня однажды тоже даже так покусали собаки вот потому с этим вообще никаких проблем нету сейчас наверное о транспорте поговорим да не наверное а сто процентов смотрите в праге именно за прагу говорю потому что я там жил длительное время длительное время в праге транспорт ходит как по секундам вообще чутелька в чутельку скачивайте себе приложение там на телефон как она называется оставлю тоже в описании сейчас забыл да забыл ребята вот и смотрите в это расписание там например 1736 и именно в 1736 подъезжает автобус именно там 1736 он отправляется с такой-то такой-то платформы также ходят поезда метро троллейбусы трамваи все так ходит и это очень удобно это очень классно теперь интересно же конечно же сколько это все стоит дорого ли нет нет конечно же нет если вы там на длительное время приезжаете скажем на год то вы можете купить себе езденку езденка она называется карта для проездов она называется езденка можете купить ее себе на целый год и тогда там она получается очень дешево если вы хотите можете также на полгода купить и можно также там на месяц купить вот и на месяц она будет стоить порядка 550 может сейчас даже подорожала может даже 600 600 чешских корон крон корон вот это на самом деле очень дешево потому что вы можете ездить там как метро так трамваям троллейбусом автобусом это очень удобно транспорт ездит очень быстро пробок в праге никаких вообще нету даже если в час пик то они там просто минимальные там все так развязки все так сделано красиво ну с умом вернее что нигде никакой длительной пробки нет если разве что если какая-нибудь авария то тогда вот стран с транспортом мы разобрались ну конечно же там есть там билеты там не знаю такие знаете там на 20 минут на 20 это на 30 минут на полтора часа там на день можно же из телефона смс-ку отправить вот очень важно постоянно покупать постоянно покупать езденки эти же самые билеты почему важно потому что если вы их не купить это вас могут и штрафовать на 800 корон даже не могут а по-любому оштрафуют если вы едете зайц меня оштрафовали два раза два раза ребята по 800 корон так что это неприятно не попадайтесь и не думайте что вы сможете одну остановку проехать до зайца не получится никак так конечно же пойдем дальше и поговорим конечно же пойдем дальше и поговорим о том куда ехать на выходные дни как развлекаться смотрите от праги буквально два часа езды есть гора снежка она очень огромная очень красивая с нее открывается просто потрясающие виды просто сногсшибательные я там был и конечно же если вы будете там в чехии в праге конечно же советую туда поехать там очень красиво с чехи так как она в центре европы находится вы можете да за два часа там доехать не знаю до германии также можно быстро доехать до той же словакии польши там венгрии потому что она находится в центре до европейский союз европейский союз и как бы вам не запрещено выезжать куда вы просто хотите там на уикенды на выходные дни просто покупаете себе билет сидитесь на автобусе едете в другую страну об себе вышли погуляли пофотографировались там сели мороженка всегда садитесь вечером обратно и едете себе праву у меня так было короче я с другом мы купили билеты мы поехали в париж правда ехали в одну сторону 14 часов приехали в париж погуляли там все посмотрели эльфовую башню увидели все классно прикольно целый день погуляли вечером сели обратно на автобусе поехали в прагу на следующий день выходим на работу классно супер ребята просто офигеть офигительно теперь разобрались о том что конечно же я ездить есть куда отдыхать тоже есть куда есть где вернее в праге очень много в центре очень много деревьев нет такого что там просто только небоскребы и только там и нет там красивые огромные парки есть везде на аллеях там деревья кустики все красиво все классно природа одним словом да даже в мегаполисе теперь пойдем дальше и поговорим о шмотках сколько стоят шмотки на самом деле в чехии очень очень дешевые шмотки постоянно есть акции распродажи один раз меня даже клеманула я по акции купил четыре курточки по 250 крон курточки эти стоили без скидки две с половиной тысячи корон я как это увидел меня почему-то клеманула да да ци до сих пор из меня смеются друзья не только друзья зачем я такое делаю но вот сделал такое до шмотки очень дешевые и очень качестве качественные нью-йоркер там h&m еще разные магазины я просто не любитель этих всех магазинов потому не знаю как они все называются но постоянно там всякие скидки ты можешь туда залететь примерить все красиво все стильно молодежно и на за нормальную цену не то что у нас в украине кайк какая-нибудь хорошая шмотка она стоит просто ну космических денег ну просто нереально чехии с этим гораздо все проще теперь а цены на продукты цены на продукты какие же там цены конечно же они немного отличаются от цен в украине и они немного дешевле дороже дороже ребята порядка хлеб например у меня где я живу в городе хлеб стоит порядка 15 гривен в чехии же хлеб стоит от двадцати пяти до тридцати пяти и выше крон вот это да существенная разница рыба там также дорогая потом такие продукты как молочка как мясо приблизительно в одну и ту же самую стоимость что и в украине да фактически то же самое так что продукты нормальная стоимость их можно покупать можно кушать иногда себе можно даже позволять какие-нибудь деликатесы с этим все нормально все супер пойдем дальше пойдем дальше и наверное поговорим не знаю о коммуналке или что коммуналка в чехии да довольно дорогая довольно таки дорогая и там есть такое как перерасчеты перерасчеты да перерасчеты смотрите какая система вы снимаете квартиру да вы платите за саму квартиру и платите за коммунальную коммунальные услуги каждый месяц вы платите одну и ту же самую сумму за светло за газ за воду одну и ту же самую сумму если вы даже пользуетесь мало и пользуетесь много но в конце года идет перерасчет если вы использовали воды и светло газа больше то вы еще должны денег вы еще должны доплатить если вы использовались минимальным количеством воды и газа светло то эти денежки вам возвращаются вот так тоже очень-очень удобно хочу наверное уже подвести черточку и сказать свое личное мнение чехия чехия очень красивая очень классная там постоянно есть на что посмотреть разные различные замки все очень красиво есть где заработать деньги постоянно есть работа в тебя постоянно денежки есть также там дешевые машины да это очень классно что можно постоянно себе купить какую-то ну крутую тачку и не надо на нее много работать потому что она гораздо дешевле чем в той же украине но там конечно же страховка дорогая если ты молодой там выгодно ездить на машине когда ты немного постарше потому что страховка будет поменьше как вот из этого всего я хочу подвести такой такую черточку что да все таки наверное я больше склоняюсь к тому что нужно переезжать в чехию если вы там не знаю живете в украине там не зарабатываете хороших денег если вы даже смотрите этот видос значит вы об этом задумываетесь да там или учиться переезжать вот как то так спасибо ребята за просмотр если вы досмотрели это видео до конца до этого момента да если вам не тяжело подпишитесь на данный канал буду очень рад это поддержит меня и заставит меня продвигаться и делать побольше различного контента такого подобного на эти тематики также лайк и желаю вам приятного дня и всего доброго если у вас есть какие-нибудь вопросы то можете мне спокойно задать под этим видео всем спасибо всем пока